Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Аня и сегодня я решила запустить рубрику куплю-не куплю. Не знаю, зайдет вам такой формат вообще или нет, но я чахла над своим златом недавно, перебирала свои пробирки и обнаружила, что у меня какое-то энное количество пробников. Я человек, который не собирает ни пробники, ни отливанты. То есть у меня, как у варфлюбителя, этого очень мало. Ну какая-то там коробочка есть. Есть аромабоксы от магазина Рандеву и есть парочка отливантиков, тех ароматов, которые либо уже сняты, либо я не могу себе их позволить по деньгам и аналогов тоже нет. Но тем не менее, я вот сегодня нарыла какое-то количество пробников. Я их нигде не храню. У меня есть коробка картонная, вот они там у меня стоят. Сегодня я вам хочу рассказать немного про эти ароматы и сделать выводы, так скажем. Выводы сделаны. Куплю я, не куплю я, отправлю я в виш-лист или наоборот выкину из виш-листа. Ну что ж, наливайте кофеек и поедем. Че сказала, куда поедем? Ну поедем в смысле дальше. Короче, ладно, сори. У меня немножко усталости сказывается. Еще недавно меня так неслабо наехали в одном моем видео в комментариях. Я огребла просто ни за что. Мне начали люди навязывать всякие позиции, которые я вообще не имею даже. Ну ладно, я даже не буду поднимать на канале эту тему. Кто в курсе, тот читал в моем телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите. Кто не в курсе, даже не берите в голову. Итак, начинаем. Первый аромат. У меня он в такой вот пробирочке. Это Могаве Гост. Призрак пустыни Могаве. В общем, я почитала и была в шоке, что есть у Пайрета такой аромат. И причем довольно давно. И дело в том, что он мне попался в слепых затестах. И напомнил мне очень сильно тогда Шанель Шанс Тендер. В целом, я до сих пор придерживаюсь такого же мнения. И знаете, этот аромат очень приятный. Он безумно женственный. Но я его, конечно же, не куплю, потому что для меня это скучноватая тема. И насколько прекрасен и звучит красиво, как и этот парфюм, так же и Шанель Шанс Тендер. Но для меня Шанельки, они скучноваты уже. Поэтому даже то, что они сейчас продаются за какие-то бешеные деньги и в половине магазиновых сетевых уже нет, меня ни в коем случае не расстраивает. Но кому хочется Шанель Шанс Тендер, обратите внимание на Муаве. Муаве Гост, в общем. Странное словосочетание. Ну ладно, я думаю, вы меня простите. Пахнет он цветами, цитрусами, пудрой немножечко цветочной и кислинкой какой-то. Знаете, здесь я четко прочувствовала такие колки, колки еще по чульке. Они реально очень похожи на фирменные Шанельские. Что в пирамиде я не помню, но могу сказать так. Очень женственный цветочный фруктовый аромат, который понравится прям многим. Не пробовали? Попробуйте. Следующий аромат, который я не знаю, куплю или не куплю. Вот я вам говорила уже о том, что я его не куплю. Речь идет про Ксерцов Лира. Он у меня вот в таком вот дробничке из Аромабокс. Я сказала тогда, что я приобрела себе ваниль от Франк Бакле. И он покрыл мою потребность вот в этом вот лимонном каком-то десерте ванильном. Но Лира, она другая. Я вообще не понимаю, почему их сравнивают. Нет, их безусловно можно сравнить за вот эту ванильность и цитрусовость. Ну, а в Лире есть холодная, холоднющая нота лаванды, которая вообще, знаете, переводит меня не в сторону десертных каких-то парфюмов, а в сторону немножко даже фужеров. То есть, да, здесь ваниль, холодная, холодная лаванда и немножко цитрусов. То есть, никакого пирога я здесь не ощущаю, к счастью. Но аромат интересный. Вот хочется его обонять. Несмотря ни на что, не знаю пока. Может быть, даже захочу его приобрести, потому что вся линейка к зержовке Самарати, она меня очень сильно будоражит. Поэтому я вот, он у меня под вопросом. Следующий аромат. Так что тут у нас реплика. Miseum Margiela Lizzy Sandy Mooring. Пробник у меня фирменный. Очень. Да, где у меня камера-то? А, вот она. Пробник фирменный. И знаете, этот парфюм очень женственный. Он очень женский. Он мускусный. И он похож на Narcissus Rodriguez for Hyo в туалетной воде. И, возможно, на что-то из агент-провокатора. Но провокаторы, они мне кажутся просто очень переборными. Но эта версия, она более сглаженная, более такая прозрачная, более легкая, очень приятная. Покупать не буду по одной простой причине, что у меня есть Narcissus Rodriguez for Hyo. Но если хотите, обратите внимание. Потому что он действительно немножко полегче. Следующий аромат Rose Magnetic by Sophia Baer. Тут даже так написано. Это Essential Parfums. Тоже у меня фирменный пробник. Из-за бокса Essential Parfums. Фирменного. Случайно мне достался вообще этот парфюм. Мне подруга моя подарила. Она мне что-то прислала с курьером. И там вот был этот пробник. Потому что она знает, что я люблю духи. И вот положила, знаете, аромат безумно приятный. Он прям классный. Даже хочу его распылить. Он пахнет розой. Но при этом он очень похож на Delino. Для меня. Он похож на Delino. Он немного похож на Montal Rose Mask. Да? Который. Кто-то сравнивает с Intense Cafe. Для меня не похож на Intense Cafe. Совершенно. Но есть что-то общее. Переливается то Delino, то Rose Mask. А несмотря на то, что это приятная, прозрачная, хрустальная, сладковатая роза. Покупать я не буду. Потому что для меня это направление закрыто. Не могу сказать, что вообще в принципе являюсь поклонницей роз. Уже говорила вам, по-моему, про это. Но очень приятный. Одна зрительница мне писала в Телеграме, что вот приобрела этот парфюм. Даже скидывала фотографию флакончика. Очень интересно ваше впечатление, если вы меня смотрите. Но для меня, конечно, это направление закрыто. Хоть ароматы очень приятные. Так, следующее у меня. Ой, это вообще. Это вообще. Ксержов Круз Дель Сур 2. Много о нем тоже говорят. И аромат популярный. Но мне он не понравился. Я его не куплю. Даже если бы он стоил дешевле. Ну, там прям, конечно, за такие деньги. Помните, да, что там коробка. Вот это вот ложе. Этот кусок метеорита. Я ни в коем случае не угораю над оформлением. Но, в общем, не в этом дело. Дело в аромате. Здесь гуава, манго, сливочные ноты. Все очень сладко, очень липко, очень жирно. Слишком переборно. Даже для меня. То есть здесь фрукты такие. Они на грани уже подгнивания. Это слишком переспело, переслащено. Если бы он был посвежее, он бы мне нравился больше. Потому что на старте здесь идет какая-то реально гуавовая. Гуавовая. Нота гуавы. И она такая хрустящая и сочная. Но дальше, через какое-то время, он начинает заслащиваться. Он начинает, вернее, заслащиваться. И вот это вот выходит жирность, лактонность. Я не знаю, летом от него вообще можно помереть. Потому что я его тестировала в феврале, наверное. Ну, или в марте. И вот у меня еще сколько его осталось. Пол пшика. Убей все живое. Я такую не люблю. Покупать не буду. Следующий аромат. У меня это Louis Vuitton. Ловец снов. Это прекрасный аромат. Он на тему розы. Пиона. Он свежайший. Шикарный. И с небольшой пудринкой. С небольшой сладинкой. А в середине композиции. Здесь заявлена нотка какао. Он очень свежий. Очень женственный. Очень шлейфовый. Очень такой позитивный. И прям легкий. И воздушный. Он очень мне понравился. Когда я его вот разносила. Необычное звучание. Не могу сказать, что прям на что-то он похож. Почему не буду покупать? По крайней мере, пока. У меня есть шикарный аналог на этот парфюм от бренда Кайф. Кто не смотрел видео, посмотрите его. Обратите свое внимание. Там просто за 3 копейки можно купить 50 миллилитров. Очень похожего аромата. Прям очень они похожи. Так, дальше. Вот это вот просто роскошь. Это роскошь. Смотрите. Я даже специально притащила его в коробке. Это Serge de Tantz. Feminita de Blanc. Та самая феминита, которая лесная феминита. Мне положили этот пробник к заказу в интернет-магазине Elde Botte. Я была в шоке. Вообще, как так получилось даже. Видимо, случайно. Тоже очень много хорошего слышала об этом парфюме. Но когда попробовала его, поняла, что я к такому направлению уже перегорела. Специи, дым, ладанность, кедр. Очень много кедра, очень много дерева. Хотя здесь заявлены даже и фрукты, и слива, и что-то. И корица, по-моему, даже. И многие его ощущают как фруктовый аромат. Я такая... Это прям для меня еловый какой-то унисекс. Древесно-специевый аромат. Очень красивый. Очень здорово сделан. Но не хочу, не куплю по одной простой причине, что у меня уже к таким парфюмам пропал интерес. И хорошо, что попался пробник. А то бы могла заказать, знаете, вслепую. Так, осталось два аромата. У меня здесь первое. Parfums de Marley Kassil. Вот это моя прелесть. Пожалуйста, я очень хочу себе приобрести этот аромат. Он стоит, конечно, дохрена. Но я не могу. Вот как я в августе его получила в Aroma Box. Так до сих пор он мне нравится. Да, он напоминает After Sunset Killian. И он напоминает чуть-чуть, совсем чуть-чуть запретные игры от Killian. Потому что здесь заявлено тоже слива, красная смородина. Немножко он пахнет свежим персиком. Кто здесь слышит лактонность и йогурт и прочую сливочность. Не соглашусь, потому что я этого не ощущаю. Для меня это сочный, звонкий, фруктовый аромат. Очень приятный, очень женственный. Который вот просто охота вдыхать и вдыхать. Очень хочу полноразмерный флакончик. И последний аромат на сегодня я уже делилась, в принципе, мнением о нем. Но расскажу о Монсера Сицилия. Вот я его хорошенько относила. Надеялась, что найду аромат, который будет у меня рядом стоять с Олей Де Капри Монталь. А там такие сладкие цитрусы. Здесь я тоже хотела найти цитрусы. Всякие разные, разнообразные, как его описывают. Но не нашла. Цитрусы здесь для меня холодноватые. Немножко с мужским уклоном. Возможно, это он на мне так раскрывается. Да, безусловно, аромат приятный. Но напомнил мне Эггелон Капри. И что-то еще он мне напомнил. Не помню, если вспомню. Вставлю картинку. В общем, для меня это такой вторичный аромат. Хоть он и очень качественно собран. Хоть он и переливается. Но я больше люблю сладковатые цитрусы. Поэтому хочу попробовать дикие фрукты от бренда Монсера. Хотя кому-то он кажется мужским. Но его сравнивают с Олей Де Капри. А я хочу ведро с Олей Де Капри. А сейчас что-то там с ценой какая-то жесть. По-моему, проще купить Монсера. Ну, в общем, вот такая история запутанная. Получилось. Пишите, знакомы ли вы с этими ароматами. На что, может быть, мне все-таки стоит обратить внимание, что для вас было сегодня в новинку или открытие. Не забывайте подписываться на мой канал. Поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. И мы с вами обязательно и очень скоро увидимся в новых роликах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok